В Рязани продолжается профилактика коронавирусной инфекции. В среду, 13 мая, с населением работали волонтеры. На остановках общественного транспорта они раздавали горожанам памятки, призывающие соблюдать меры безопасности при передвижении по городу на общественном транспорте. О необходимости соблюдения социальной дистанции и других мер профилактики мы поговорили с самими рязанцами. Люди отметили, что на данный момент такой режим необходим. Они спокойно относятся ко всем мерам безопасности и использованию средств индивидуальной защиты. Жизнь идет своим чередом, как шла. Ну, конечно, маска, перчатки, что-то такое. Ну, это как надо. Ну, общение ограничено с людьми. Конечно, это очень трудно. Ходим в масках, прихожу из магазина, дезинфицирую все пакеты, все покупки, все-все-все, руки, после себя ручки, выключатели. В то же время в Рязани отменен разрывной график работы общественного транспорта. Эта мера была принята для того, чтобы горожане меньше контактировали друг с другом при передвижении по городу. Разрывной график отменен, то есть как бы власть услышала людей, потому что было очень много недовольных. Ну и, соответственно, очень бы теперь хотелось, чтобы люди услышали власть, потому что все делается для их безопасности. И использование средств индивидуальной защиты, находясь в общественных местах, особенно в общественном транспорте, который является источником повышенной опасности. Ну, это обязательное требование с заботой о самих же жителях нашего города. Для того, чтобы сберечь людей от заболевания, в городе идет ежедневная работа. На крупных пересадочных и остановочных пунктах трудятся волонтеры. Кроме того, на улицах экипажами транспортных средств осуществляется постоянное оповещение пассажиров. На самих линиях транспортных средств также происходит работа. Мы, как управление транспорта, ежедневно производим контроль на линии. То есть, сектор контроля проверяет использование средств защиты как пассажирами, так и самими водителями и кондукторами, плюс наполняемость транспортных средств. При выявленных нарушениях со стороны перевозчика с его представителями проводится инструктаж. Кроме того, водители общественного транспорта должны следить за наполняемостью машин. В свою очередь, представители администрации города отслеживают пассажировместимость на транспортных линиях, по анализам которой принимается решение о том, на каких маршрутах требуется добавить количество транспортных средств или, к примеру, заменить автобусы средней вместимости на автобусы большей вместимости. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».